Какой вопрос вы не ожидали услышать от своего партнера во время интима? Видимо, жена собиралась смастерить что-то, потому что произнесла «У нас есть клей Горилла Глу?» Не знаю, какой проект поделки из дерева она обдумывала, но её слова определённо испортили тот проект, над которым я работал в тот момент. «Ты бы не мог выпрыгнуть из окна и спрятаться ненадолго. Мой брат всегда приходит без предупреждения, чтобы выговориться. Он разводится, и ему нужна моя поддержка». Если кому интересно, я ждал так долго, что мне надоело. Поэтому я кончил в кустах и ушёл. «Ты хороший человек?» Такой серьёзный вопрос заставил меня задуматься в самый разгар акта о моей нравственности, о соответствии моего поведения общественным нормам и ожиданиям общества. Но, честно говоря, я не знал, могу ли я считать себя хорошим или нет. Просто до этого момента я не подозревал о её склонности к таким философским вопросам. Позже она спросила «А я хорошая девочка?», чем окончательно сбила меня с толку. Да, мы были достаточно близки, но я не так хорошо был знаком с её биографией, чтобы делать такие выводы. Хотя я был тронут тем, как она доверяла моему мнению и желала его узнать. Позже до меня дошло, что я действительно могу считаться хорошим, по крайней мере с точки зрения одного человека, раз этому человеку так важно моё мнение. «Ты когда-нибудь думал о моей сестре?» «Мы тогда только начали встречаться, я даже не видел её сестру». Я делал всё как обычно и вдруг «Вау, как ты это сделал?» Она спросила это удивлённым, но довольным тоном. «Что? Что я сделал?» «Я так и не узнал, что я тогда сделал». Но она осталась довольной. «Как тебе удаётся так долго сдерживаться?» «Думаешь о своей бабушке?» Спросила она, пока я был в ней. Надо было ответить «Нет, я думаю о тебе». Однажды я попросил девушку сменить позу, и она спросила «Но почему?» Это совершенно сбило меня с толку. Я не знал, что ей ответить, даже забыл, почему я попросил её об этом. Мы продолжили в прежней позе и сделали вид, что этого разговора просто не было. До сих пор не могу об этом забыть. «Когда ты в последний раз сдавал анализ на ЗППП?» Вполне уместный вопрос, но правильно ли его задавать, когда прошло уже 77% акта? Крайне неподходящее время. Несколько лет назад я была с парнем, и он ощупал мою грудь, после чего сказал, что мне стоит сходить к врачу и проверить, нет ли у меня рака, потому что он нащупал какую-то шишечку. Изменено «Нет, у меня нет рака». Я проверилась. Он в то время работал в больнице, и поэтому забеспокоился. И да, я довела дело до конца, потому что я хорошая девушка. Моя подруга по-медицинскому обнаружила опухоль в яичке своего парня во время отсоса. Она заставила его пойти к врачу на следующий день, и у него обнаружили рак яичка на довольно ранней стадии. Они больше не вместе, но в хороших отношениях. Забавно, что она до сих пор вспоминает об этом случае во время их редких встреч. У меня была знакомая, с которой мы иногда кувыркались. Однажды мы приступили к позе 69, и прошло несколько минут, как вдруг она вскочила и крикнула. Ты не снял свои долбанные носки? Ты идиот? Мои соседи по квартире до сих пор подкалывают меня из-за этого. Просто у нас очень тонкие стены. Нет, я не идиот. Просто у меня мерзли ноги. Можешь рассказать мне, чего ты хочешь достичь в карьере? Она очень завелась, пока я рассказывал ей, каких высот хочу достичь шаг за шагом. Странная была хрень. Изменено, это произошло всего один раз. Позже, в тот же день, я спросил ее, что в этом разговоре так сильно ее возбудило, и она ответила. Мне понравилось, как страстно ты рассказывал о своих карьерных амбициях, и мне захотелось отведать этой страсти. До сих пор считаю, что это было странно. Должно быть, она работала в отделе кадров. Можно я ударю тебя по шлангу? Капец, хочешь ударить меня по моему дружку? Если тебе нравится такое, просто ответь мне пощечину по лицу. Не надо бить кулаком по моей мошонке. Моя девушка тоже однажды задала мне похожий вопрос. К счастью, это произошло не во время близости. Если быть точным, она спросила, будет ли мне больно, если она ударит меня там. Если ты забеременеешь, ты оставишь ребенка? Мне просто интересно. Как-то раз мы собирались с парнем заняться этим, но у него не было призика, и я решила не рисковать. Он попытался уломать меня, сказав, что оплатит аборт, в случае чего. Изменено, забавно то, что спустя 20 лет мы с ним все еще друзья. Он считает себя феминистом, работает адвокатом и представляет на суде жертв домашнего насилия. Если бы я припомнил ему тот случай, он был бы в ужасе, что мог такое сказать. Все-таки люди меняются со временем. Один чувак, с которым я встречалась пару месяцев, сказал, Я не против, если ты случайно забеременеешь. Ты будешь хорошей матерью. В то время, как мы занимались этим, мне вдруг почему-то захотелось встать и пойти домой. Ну, как тебе? После каждого действия. Хватаю ее грудь. Ну, как тебе? Дергаю за волосы. Ну, как тебе? Залезает на меня. Ну, как тебе? В конце концов, я не выдержал и сказал, Мой лонгер еще в строю? Значит, мне все нравится. Хватит переживать. Позже я узнал, что ее бывший был последним куском дерьма, который запугал ее. Мне стало неловко, но до того, как я узнал об этом, меня это жутко бесило. У меня был похожий опыт с девушкой, которая постоянно спрашивала, Почему? Почему тебе нравятся мои сиськи? Почему тебе нравится целовать меня? Почему я нравлюсь тебе? И т.п. Я устал постоянно убеждать ее, что она мне очень нравится, и объяснять, почему я считаю ее глаза прекрасными, к примеру. Порой мне казалось, что я разговариваю с пятилетней почемучкой, у которой возникает новый вопрос после каждого моего ответа. Познакомился с девушкой в тиндере, и через несколько часов мы уже уединились в кустах. Мы оба жили с родителями, поэтому это место казалось нам обоим вполне приемлемым. В общем, она пыталась узнать меня поближе, и посреди процесса спросила, Какого цвета у твоей мамы глаза? Кажется, я сегодня столкнулся с твоим начальником. Он ведь пожилой индус, не так ли? Или когда ты успела снять пирсинг с губы? Или почему во время близости ты перестаешь со мной разговаривать? Или как давно ты, блондинка, обожала кувыркаться с этим клоуном? Сейчас я сделаю внутри тебя клубничный коктейль. Мы занимались этим, когда у меня были месячные. Даже не знаю, чего я хочу больше после прочтения вашего комментария, смеяться или блевануть. Ты ведь знаешь, что мне это не доставляет никакого удовольствия, не так ли? Я сама порой такое говорила парням. Иногда они просто не понимают намеков моего тела, что движения, которые они продолжают выполнять, не приносят мне никакого кайфа, а лишь убивают желание. Даже если сказать, мне больше нравится, когда ты делаешь вот так, до них все равно не доходит. Парни всегда говорят, чтобы мы прямо говорили им, чего хотим, пока однажды мы не говорим что-то негативное об их навыках в постели. Ты уже вошел? Моя бывшая говорила так каждый раз, как мы занимались этим. Сука, я не виноват, что у тебя огромное ведро между ног. А у меня маленький шланг. Черт побери. Когда ты закончишь, может, поедем к моей маме? Что ж, я уже все, но мой ответ нет. Что будет, если я сейчас помочусь в тебя? Да, он был внутри, когда спросил это. Я должна это укусить? Нет, даже не думай об этом. Одна цыпа как-то раз укусила меня за яичко. Я напрочь забыл об этом, но вспомнил вчера, когда наткнулся на пост в Reddit, где просили поделиться болезненными воспоминаниями. Я австралиец, но живу в Америке. Она попросила меня говорить в процессе. Просто говорить, как обычно, со своим австралийским акцентом. Эта просьба не показалась мне очень странной, просто в тот момент я вдруг забыл все слова. Я спросила, что ты обычно ешь на завтрак? Он встает на работу очень рано, ведет здоровый образ жизни и придерживается строгой диеты. Поэтому мне стало интересно, какой завтрак он считает полезным и здоровым. Он рассмеялся и спросил, всегда ли я говорю о еде во время близости. А потом сказал с облазнительным тоном. А тебе нравятся тосты с джемом? После этого целую неделю присылал мне фото своих завтраков. Может, скажешь мне, наконец, что написал твой папа? Спросила посреди близости моя дама. Когда я скрыл от нее сообщение от отца, где говорилось, отличная девушка, очень мне понравилось. Почему твой лонгер такой загорелый? Очень многие девушки задавали мне такой же вопрос. В основном в то время, когда я только начинал встречаться с девушками. Думаю, для многих из них это был первый шланг, который они видели. Пописаешь мне на ногу? Спросила меня моя девушка еще в 90-е годы. Это был очень неожиданный вопрос для меня. Она была очень горячей и из богатой семьи. Мы в этот момент были в душе, и я начал писать на ее ногу. Она сразу наклонилась и подставила туда свое лицо. Она спросила, Ты что, предпочитаешь мальчиков? Когда я перенервничал, и мой дружок обмяк. Ее вопрос не очень-то мне помог. Лонгер моего брата больше моего или меньше? Однажды у меня был интим с братом бывшего парня. Их дружки были примерно одного размера. Без резинки намного лучше, не так ли? Подожди, что ты сказала? Оказалось, что она стянула ее, когда залезла сверху. Я был так зол. Немедленно оделся и свалил. Хочешь сходить в KFC после? Этот же парень писал сообщения, пока мы занимались этим. Он занимал высокую должность в банке и оправдывался тем, что у него много дел. К счастью, мы с ним больше не встречаемся. Ты точно делаешь это в первый раз? Очень неожиданный вопрос. Мне задали точно такой же вопрос в мой первый раз. Такое заставляет улыбаться от уха до уха, не так ли? Парни не раз спрашивали меня, приняла ли я противозачаточные посреди процесса. Я оценю вашу заботу, но не кажется ли вам, что ее стоило проявить чуть раньше? Это что, римские монеты? Мы включили телевизор, чтобы замаскировать наши стоны. Поначалу там показывали какую-то скучную ерунду, но потом началась интересная передача про поиски могилы какого-то британца. Когда ее нашли, они продолжили копать дальше и нашли кучу всякой фигни, относящуюся к самым разным эпохам. В том числе и древнеримские монеты. Передача заинтересовала нас обоих, но мы, как могли, скрывали это друг от друга. После этого вопроса мы поняли, что нужно сделать перерыв. Это был мой первый раз с этим чуваком. Он спросил, Это самый большой, какой ты видела? Нарочито с облазнительным голосом. Так как я не умею лгать и думать, прежде чем говорить, я сказала, нет, но все в порядке. Моя девушка спросила, Что ты сделаешь, если проснешься завтра и обнаружишь, что у меня есть шланг? Ты мог бы звать меня чужим именем? Во время учебы в колледже был по пьяни с девушкой, с которой познакомился всего за пару часов до этого. Я ответил утвердительно, потому что даже не помнил ее имя. Позже я узнал, что звал ее именем ее соседки по комнате. До сих пор не знаю, как к этому относиться. Откуда у тебя растяжки, если у тебя еще не было? Чувак реально думал, что растяжки могут быть только от беременности. Почему ты так сильно потеешь? Боже, я толстый и в плохой физической форме. Прямо сейчас я занимаюсь тем, что отнимает очень много сил. Подумай сама, почему. Твой шланг еще увеличится или это все? Он не увеличился. К какому классу относятся рыбы? Спросил я посреди процесса. В общем, я развлекался со своей девушкой и разглядывал ее глаза. Ее глаза навели меня на мысль об инопланетянах. Сначала я думал о больших глазах инопланетян, а затем задумался об их бугристой чешуйчатой коже. Чешуя навела меня на мысль о рыбах. Она заметила, что я отвлекся и спросила, о чем я задумался. Я в ответ задал вышеупомянутый вопрос. Хочешь детку? Мы только начали встречаться. Мы только собирались приступить к делу, как я заметил, что она кажется немного отстраненной. Я спросил ее, хочешь, детка? Она вдруг замерла, и я заметил выражение ужаса на ее лице. Оказалось, что ей послышалось, хочешь детку? Поэтому она решила, что я больной ублюдок, который хочет заделать ребенка на третьем свидании. При этом как бы с замашками джентльмена, потому что я как бы спрашивал ее разрешение. К счастью, она сразу спросила меня в своем ли я уме, хотя могла выбежать за дверь или ударить меня чем-нибудь по голове. Мы вместе уже 4 года, и наша свадьба не за горами. Мы до сих пор вспоминаем этот случай и иногда задаем друг другу этот вопрос. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok